Праздничные дни продолжаются. В этот раз выходной день выпал на пятницу, а значит мы расскажем вам про самые важные новости индустрии, а также про новые треки, которых пусть и не появилось великое множество, но каждый из них заметный. Помимо этого поговорим про новые конфликты, которые могут появиться из-за неаккуратных слов на ютуб шоу со стороны Тендерли Бае. В этот раз она задела скаля Милана. Кстати, Даниил вчера посетил суд, который тоже создал интересный инфоповод. Его мы тоже осветим. Наконец, поговорим и про другие события. Например, недавно случился полноценный камбэк Макса Коржа, который продолжил собирать стадионы даже за пределами России и Белоруссии. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 15%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! На канале Гоши Карцева появилось видео, в котором снялась Амина Тендерли-Бае. Формат шоу предполагает угадывание звезд по фотографиям, на которых отчетливо видны их луки. Довольно быстро Амина угадала на фотографиях участников Viper, Nine Mice и Каэнджела. Их луки она оценила довольно высоко, на 9 баллов. Я знаю, кто это. Кто это? Nine Mice. Лейтс Кейк. Я на нашу на себе. Реально, почему? Ну это просто главный трансцентор тусовки вашей. Наверное. Да хорошо он выглядит, хорошо одевается, ему идёт. Да классный Готэ, чё? Да, Готэ. Ну вас из-за врыва в тусовку прям, я бы... Я бы девяток поставлю. Красиво, да. Хорошо выглядит. Ну что, что это кто? Такие руки красивые. Скажи. А это его кореш? Вайка Энджел. Да? Ага. Руки красивые. Да, очень. Ну эти ботинки, ты чё? Да, ботинки. Это сарафотка, 100%. Это вообще откуда? Это из Лео. А есть ещё? Он в колбасе хороший. Ну хорошо одевается тоже. А вот про Скали Милана, с которым, кстати, вайперы находятся в конфликте, Амина высказалась куда менее комплиментарно. Можно даже сказать, что она захейтила его за выбор одежды, назвав колхозником. Ну, по крайней мере, да, чуваки, трансцентор. Я нибудь у кто угодно. Кто-то любит, кто деньги в этом обоим сягу. Так, следующий. Ручки маленькие. Следующий человечек. Ты прям с порогу? Да. Реально, почему? Ну хуй видит одежда. Какие-то кодры? Нет, просто реально плохо одевается. У тебя колхозник? Ну да, посмотри, что это за хуй. Ну посмотри, пожалуйста. Ну ты не согласен со мной? Я вообще первый раз вижу, как он одевается. Я кроме Безулина ничего не знаю. Скали Милана не отреагировал на этот выпад в свою сторону. Наверное, потому, что вчера у него не было на это времени. В его телеграм-канале вчера утром появилось вот такое видео. Всем привет. Еду на суд в Питере. Пожелайте мне удачи. Напомним, что именно в Питере в апреле прошлого года Скали Милана сорвали концерт. Не без помощи Екатерины Мизулиной, которая жаловалась в том числе и на пропаганду запрещенных веществ в треках Даниила. Артист даже привел панч из своего давнего трека, в котором предсказывал это событие, а также показал свой лук, который, наверное, тендер для боя тоже вряд ли бы понравился. В итоге Смольнинский районный суд вынес предупреждение Скали Милана за пропаганду веществ. Это произошло из-за того, что Скали Милана в прошлом году исполнял на концерте в Петербурге песни с релиза 22-го года «Пропаганда денег». Суд ограничился предупреждением. Как передает канал «Осторожно новости», в суде представитель рэпера сообщил, что Дмитриев раскаивается за песню и уже опубликовал обращение к слушателям, где заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики. Сегодня должен был состояться концерт Даниила в Петербурге. Он перенесен на неопределенный срок, как сказано в связи с болезнью артиста. Ранее в этом году распространился новый список артистов, которым запрещены концерты. В нем был Искаль Милана, правда, с неправильно написанным именем. Хотя никаких доказательств подлинности этого списка не было, сразу после его попадания в интернет, некоторым артистам из списка действительно стали отменять концерты. Возможно, так перестраховались организаторы, но точно это неизвестно. Неделю назад Макс Корш анонсировал концерт в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Концерт состоится 22 июня. Сегодня из аккаунта Коржа в соцсетях стало известно, что все билеты проданы. Музыкант напомнил, что те, кто будут покупать билеты с рук, могут стать жертвами мошенников. Официальная вместимость стадиона на футбольном матче – 19 370 мест. В концертной конфигурации часть посадочных мест не используется, зато добавляются стоячие места на поле – танцпортер и фан-зона. Благодаря чему вместимость на концерте достигает порядка 30 тысяч зрителей. Макс Корш стал редко давать концерты. Предыдущим было большое стадионное выступление в Риге. А недавно он выпустил новый трек. Поговорим про новинки этой ночи. Мазелов и Слава КПСС представили свой новый совместный трек «Старая панк-волна». Трек стал мощной смесью панковой энергии и современных чувств, отражающий уникальные стили и музыкальные влияния обоих артистов. Конечно, не обошлось без множества диссов внутри. Новый трек выпустил All Black 52. Он получил название «Как и мы». Песня посвящена Санкт-Петербургу, что вообще не редкость для всего творчества Кирилла. Ну а саунд пройдется по вкусу любителям старой школы. Кстати, в этом треке All Black допустил довольно грубую грамматическую ошибку. Ее подробно разобрали в телеграм-канале Грамотей, ссылку на который мы оставили в описании ролика. В этом канале не только разбирают грубые ошибки в русском языке многих известных рэперов, но и рассказывают интересные факты для обогащения вашей речи. Подписывайтесь и учитесь на ошибках звезд. Поговорим про западные новости. Компания BuzzFeed закрыла сделку по продаже молодежного медиакомплекса. Покупателем стала платформа электронной коммерции Network. Сумма сделки 108 миллионов долларов. В числе инвесторов, которые стоят за покупкой Universal Music Group и Джимми Йовин. Покупатели заявляют, что сделка поможет создать контент и шоппинг-экспириенс следующего уровня. BuzzFeed заплатил за покупку комплекс 3 года назад 294 миллиона долларов, 198 миллионов наличными и 96 миллионов акциями. Они стали собственниками бренда First VFist, которые снимают популярное шоу Hot Ones. Там звезды едят острую еду. Продажи связывают с долгами BuzzFeed и необходимостью сокращать расходы. Они также сообщили об увольнении 16% сотрудников. Что будет с комплекс? Там обещают создать платформу электронной коммерции, ориентированной на кроссовки, одежду и коллекционные айтемы, которая будет объединена с контентом и музыкой. То есть, видимо, объединят контент издания с маркетплейсом. Вчера вышел клип на песню The Weeknd'a, Мадонны и плейбой-карте Popular. Эта R&B композиция вышла прошлым летом. Она записывалась как сингл для саундтрека сериала HBO – Кумир, но проект этого релиза в итоге закрыли. В записи трека принимали участие Метро Бумен и Майк Дин, режиссер клипа – Клика. На сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok